Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о кресле, которое в первую очередь понравится тем родителям, которые при выборе детского автокресла, в данном случае универсального группы 1, 2, 3, во главе угла всегда ставят безопасность. Самый высокий уровень безопасности, кто хочет, те однозначно уже будут понимать, что это кресло будет не с пятиточечными ремнями, а со столиком безопасности. В данном случае мы с вами рассмотрим Cybex Palace B-Fix. Это не топовая модель у Cybex в категории 1, 2, 3, но это не значит, что она плохая, потому что уровень безопасности, вот эти награды, адак и тому подобное, здесь просто они очень высокие. Вот, и плюс оно очень легкое, это одно из самых легких вообще кресел. Оно весит, если не ошибаюсь, 5 килограмм. Да, весит оно 5 килограмм. Вот, и при таком весе умудрились добиться такого уровня безопасности. Ну, сейчас же понимаете, материалы меняются, используют не металлические каркасы, это все специальный пластик, который умеет демпфировать удары, писать энергию удара. В общем, с безопасностью здесь все очень хорошо. Вот, давайте посмотрим, что это такое вот за кресло, в принципе, разберем. По безопасности уже усвоили, что это одно из лучших кресел, но после безопасности нам обязательно важно, чтобы ребенку было в нем хорошо, удобно, ткани были хорошие, посадка была хорошая и тому подобное. Смотрите, что касается комфорта. Столик безопасности это та вещь, которая крепит ребенка в кресле, фиксирует, скажем так. И не пятиточные ремни, как я уже сказал. Это вот так вот столик находится перед ребенком. Он эффективен, потому что площадь контакта очень большая с ребенком, нагрузка распределяется при фронтальном ДТП более эффективно. И за счет этого со столиками кресло всегда получается безопаснее, чем с ремнями. Вот, но обратная сторона медали здесь та, что не все дети готовы сразу с первого раза. Любого ребенка можно приучить, кто бы что ни говорил. Все говорят, нет, с моим точно не получится. С любым получится. Главное захотеть. Вот, ну и воспитание, естественно, как вы его воспитывали, да? Вот, приучить нужно к некоторых детей к столику, потому что это сковывает их движение. Вот, смотрите, видите, получается, что он не может просто свободно размахивать, хотя достаточно места для рук. Спокойно он может так делать. Единственное, вот так перед собой не сделать, потому что руки будут на столике. Но когда засыпает, ребенок, кстати, это очень полезная вещь. Ребенок даже может просто на нем как-то вот так вот заснуть. Всякое видели. И у меня был опыт эксплуатации. Вот в предыдущей серии у Сайбокса тоже брал, пробовал, смотрел. Ну, неплохо. Лично мои дети спокойно сидят и тоже шебутные, как и все. Нормально все. Это больше, знаете, надуманная проблема, что ребенок сидеть не будет. Когда несколько раз он уже поедет, он поймет, что другого лиента нет, он замолчит и будет ехать. В общем, смотрим. Ребенок пристегивается вот этим столиком с 9 месяцев до ориентировочно 100 сантиметров роста. Нужен нам будет этот столик. Вот мы посадили, вот так приложили. И сейчас покажу, как проходит сам ремень. Нужно полностью вытянуть ремень, протянуть его здесь. И, соответственно, зафиксировать. И вот эту часть тоже проводим здесь. Вот оттуда вам виднее ременьков вот здесь, здесь. Обязательно перед покупкой проверьте, примерьте в автомобиле, потому что есть некоторые автомобили, в которых длины этого самого ремня недостаточно. Ну, маловероятно, что в этой модели будет проблема. Вот с предыдущими на платформе чуть выше оно было, и ремня не хватало. Поэтому мы обычно рекомендуем, проверьте, пожалуйста, вот в своем автомобиле пристегните, чтобы запаса ремня хватало. В общем, вот так вот у нас ребеночек пристегивается вместе со столиком, с ремнем вот этим вот взрослым автомобильным. Потом ребенок подрос. Это нам уже не надо, когда уже 100 сантиметров роста есть. Мы столик убираем. И идет уже вход обычный автомобильный ремень. Все, как взрослый человек себя пристегивает. И, соответственно, проходит ремень в подголовнике. Про направляющие я вам сейчас отдельно скажу, потому что это крайне важно. И в каждом обзоре об этом говорю. Здесь в подголовнике есть направляющий для ремня. Может вам отсюда виднее. Вот направляющий для ремня. И ремень проходит в нем. И высоту подголовника регулируем таким образом, чтобы от плеча ребенка до подголовника вот этого было не больше двух пальцев. И не меньше желательно одного, чтобы ему не давило. Не больше двух пальцев по той простой причине, что вы поднимете выше, ремень на горло попадет. Это очень-очень опасно. Поэтому вот золотое правило. Так не делаем и следим за правильной высотой подголовника, соответственно, и ремня в нем. В том самом направляющем. Само кресло оборудовано системой Isofix. Isofix тоже бывает разный. В данном случае такая урезанная, но не менее эффективная на самом деле версия. Это вот такие крючки на ремешках. Мы пристегиваем и просто затягиваем. Тем самым прижимая его. Ну смотрите, я сейчас пристегнул, чтобы вам видно было. На самом деле, когда вот такие крючки, очень удобно крепить. Вы не ограничены в движениях. Жесткий Isofix. Вам нужно целым креслом там попадать. А так просто по одному взяли, пристегнули. Потом натянули. Пардон. Прижали и все. Дальше уже ребенок, столик. В случае с первой группой. Или же уже вот как в 2-3 категории уже автомобильный ремень. Собственно и все. По поводу наклона. Вот видите, здесь свободный ход спинки. Получается, что мы очень сильно зависим от положения автомобильного сидения. Если оно у вас чуть наклоняется, вы можете чуть-чуть наклонить и эту спинку. Если оно у вас 90, и это будет 90. Можно, конечно, чуть-чуть отодвинуть вот эту сидушку дальше. Ну, высвободив чуть-чуть ремень. И тем самым мы дадим немножко ходу спинки. Немножко наклоним. Но, опять же, делать это нужно чуть-чуть. Не злоупотребляйте. Все должно быть в нормах, как говорится, безопасности. Так, что касается материалов. Такая типичная классическая сайбекса ткань. Это не какой-то там мега крутой шелк. Еще что-то. Обычная тканька в 99% кресел. Не знаю, как она называется. Ну, такое что-то полусинтетика что ли. В общем, эта ткань, говорил уже, что эксплуатировал немного подобную версию с такой именно тканью. И вопросов никаких не было и летом. И, кстати, вот в дальнюю поездку я пробовал его взять. Вот. И никаких вопросов. Нормально все. Ребенок себя чувствует. В шортиках, маечке. И, в общем, претензий к ткани нет. И оно, в самом деле, достаточно мягкое. Подголовник тоже достаточно мягкий. Кресло это не кроватка с матрасом. Не ждите отсюда перьевых подушек. Здесь, как бы, этого не будет. Поэтому оно для кресла вполне себе адекватное. Мягкости, я имею в виду. Естественно, у нас регулируется подголовник. Это, само собой, здесь огромный диапазон, вы видите. Вот. И что касается, кстати, той самой тканью. Ткани, здесь можно ее стирать до 30 градусов. Это важно. Иначе, если будет горячая вода, она сядет, и вы уже обратно не оденете. Поэтому, вот, собственно, вся информация, по которой я хотел. Я хотел вам донести об этом кресле. Я донес. Огромный плюс. Цена, качество, безопасность. Все, что мы здесь получаем. Кто-то отнесет в минус то, что здесь столик. Но это такие кресла. Они всегда такие. Не нравятся. Выбирайтесь с ремнями. Но, если во главе угла у вас безопасность, обязательно смотрим со столиками. Ребенок не хочет. Ничего страшного. Здесь ребенку неплохо. Ему там хуже от этого не становится. Также себе ребенок нормально сидит. Просто нужно его иногда, в некоторых случаях, но это часто достаточно бывает, приучить ребенка сидеть со столиком. То, что для него это что-то новое, непонятное. Такое вот что-то ему мешающее. Поэтому он это примет как данность и будет нормально ездить. Вот поэтому больше информации у меня по этому креслу нет. Все, что хотел до вас донести, я вам все рассказал. Как по мне, здесь плюсы очевидны. Безопасность, цена Cybox. Это брендище, можно сказать, в мире автокресел. Это серьезный бренд. Один из лучших брендов. Естественно, их много. Но такого уровня их на самом деле не так уж много. Поэтому обязательно при выборе кресла обратите на него внимание. Я вот очень настоятельно рекомендую, не проходите мимо. Если хотите сэкономить, но не потерять во всем остальном, то эта моделька Palace B-Fix как минимум заслуживает вниманием. Ну а я, собственно, в заключение хочу поблагодарить, что посмотрели этот обзор. Понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах!